Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Владельцы гаражей в Самарской области ждут принятия закона о гаражной амнистии, чтобы оформить недвижимость в собственность. Сейчас в отдельных случаях зарегистрировать гараж можно только в судебном порядке, а когда закон вступит в силу владельца, которому ранние земельные участки были выделены или им просто согласовано строительство гаражей, но по каким-то причинам они недвижимость не оформили, смогут обратиться сразу в регистрирующий орган и узаконить строение. Зарегистрировать право собственности важно, поскольку это позволит распоряжаться недвижимостью, продать, подарить, сдать в аренду, ну и сегодня. На эту и другие темы я говорю заместителям начальника отдела управления Росреестра по Самарской области Константином Сергеевичем Мининым. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Да, ну давайте мы с вами поговорим. Тема, конечно, вот прям новая, интересная, конечно, актуальная. Вот в конце как раз прошлой недели мы и узнали новость о том, что в Госдуму внесен законопроект как раз вот о гаражной амнистии. Расскажите, пожалуйста, кто и как теперь сможет оформить эти гаражи? Действительно, вы правы. Проект федерального закона, он разрабатывался в Государственном Думе совместно с Росреестром и на сегодняшний день он внесен в Государственную Думу. В законопроекте максимально были учтены все пожелания граждан по оформлению принадлежащих им гаражей, а также учтены интересы органов власти, которые непосредственно занимаются оформлением всех необходимых документов. На сегодняшний день можно говорить о том, что так называемая гаражная амнистия, она распространяется на объекты гаражного назначения. Впервые в законе дано понятие, что такое гараж, индивидуальный гараж, и к ним он относит сооружения, постройки, которые по высоте являются одноэтажными, не имеют никаких внутри отдельных помещений и предназначены исключительно для гаражного использования. Сразу хочу вас спросить, а говорите, а вот как же многоэтажные гаражи, кооперативы гаражей, это уже не попадает под гаражную амнистию или по порядку все-таки? Нет, они могут входить в состав гаражно-строительных кооперативов, но основной критерий то, что это должен быть капитальный гараж, имеющий фундамент, быть огорожен капитальными стенами, да, и еще один критерий, который в законе содержится, это то, что этот гараж должен быть построен до вступления в силу градостроительного кодекса до 31 декабря 2004 года. Говоря об амнистии, конечно же, нужно сделать акцент, то, что это не значит, что можно регистрировать самовольно построенные гаражи. Под самовольно построенными гаражами Гражданский кодекс у нас отводит именно судебный порядок, и гаражная амнистия, это не значит, что узаконит самовольное строительство. Гаражная амнистия, она применяется к тем случаям, когда у граждан на руках действительно имеются документы, подтверждающие содержание оплату этого гаража в гаражно-строительном кооперативе. Есть документы о распределении среди участников кооператива конкретных гаражей мест, да, и иные документы, которые подтверждают законность использования этого гаража. Кстати, Сергеич, да, но вот проще говоря, если у человека нет никаких документов на гараж, будь то он кирпичный или железный, неважно, да, то есть есть документы, значит, есть право на гаражную амнистию. Так вот проще, чтобы понять, верно? Да, здесь главное наличие хоть какого-либо документа, подтверждающего законность использования этого гаража. В отсутствии документов, конечно же, здесь закон, ну, как бы будет не совсем в пользу заявителя, вот, и говорить о гаражной амнистии в этом случае не совсем будет уместно. Нужно сказать, что этот гараж должен располагаться на земельных участках, находящихся в государственной муниципальной собственности, то есть это не гараж, располагающийся на земельном участке, предоставлен когда-либо ГСК. Так. Вот. И в этом случае обладатель такого гаража обращается в муниципалитет за оформлением земельного участка. При этом предоставляет имеющиеся у него на руках документы на соответствующий гараж. Муниципалитет рассматривает эти документы, одновременно решает вопрос с предоставлением земельного участка и оформлением гаража. То есть до вот этого закона действительно наши граждане, они оказывались в такой, скажем, законодательной ловушке, что если у тебя нету прав на гараж, ты не имеешь права оформить землю. А если у тебя нет земли, ты, соответственно, не можешь оформить право на гараж. Да, конечно. Чтобы вот эту ловушку и замкнутый круг разомкнуть, на это как раз направлено положение закона о так называемой гаражной амнистии. А вот сейчас четко попрошу вас озвучить, какие гаражи можно зарегистрировать, какие нет. Это отдельно стоящие капитальные гаражи, имеющие фундамент и стены. Под них не попадают ракушки, металлические гаражи и подобные сооружения для временного хранения автомобиля. При этом назначение должно быть у гаража исключительно для хранения автотранспортного средства. Допустимо также там временное складирование, ну, не знаю, там, продуктов, да, какого-то, запасов. Вот, но не должно иметь никакой коммерческой составляющей, да, вот этого деятельности. Хорошо. Значит, какие, давайте поподробнее остановимся, документы нужно иметь на руках, чтобы оформить строение под названием гараж? Ну, практика показывает, что, как правило, на руках у граждан остаются документы, подтверждающие расчеты, да, ежемесячные взносы за содержание и ремонт, там, гаража. Это взносы, там, за уплату каких-либо счетов, там, по электроэнергии, охрану. Это справки о распределении мест в составе гаражно-строительного кооператива. При этом федеральный закон о гаражной амнистии дал право регионам, субъектам у себя на законодательном уровне региона предусмотреть иные документы, которые могут подтверждать законность владения соответствующим гаражом. Это могут быть старые технические планы органов технической инвентаризации, БТИ. Да, опять же, если они сохранились и если они есть, да. Если они сохранились, действительно. Ну, то есть, вот счета об оплате, это все подходит? Здесь подходят любые документы, которые могут подтвердить законность использования этого гаража. Хорошо, давайте сейчас предположим, что закон вступил уже в силу, все, можно идти и оформлять свой гараж. Куда нужно идти, с какими документами мы уже определились и что нужно сделать, а где нужно о себе заявить? Обращаться нужно в органы местного самоуправления по месту нахождения соответствующего гаража. И на сегодняшний день это обращение может быть осуществлено через офисы многофункциональных центров. Орган местного самоуправления, получив от заявителя документы, рассмотрев вопрос предоставления земельного участка, обратится в органы регистрации прав в адрес Росреестра уже самостоятельно, без участия такого заявителя. И необходимо отметить, что при обращении органов власти у нас не уплачивается государственная пошлина. То есть оформление будет бесплатное? Для заявителя будет бесплатно. Обращаться нужно по месту нахождения гаража, не где человек-хозяин проживает, да? Потому что, ну может быть, человек живет в одном районе прописан, да, гараж находится в другом. То есть нужно идти именно туда. Поскольку вопросы предоставления земельных участков отнесены к вопросам местного значения, то здесь необходимо обращаться именно в тот муниципалитет, где планируется предоставление соответствующего земельного участка. Хорошо. Скажите, как быть с землей под гаражом? Вот она будет также входить в собственность? Вот если можно поподробнее, пожалуйста, Александр Сергеевич. Да, действительно, после всей процедуры, предусмотренной гаражным амнистией, в собственности у заявителя окажется и гараж, и земельный участок под ним. Это преследует принцип единства судьбы, который у нас прописан в земельном кодексе, когда земельный участок и все, что на нем расположено, следует судьбе земельного участка. Соответственно, у гражданина появится в собственности и земельный участок, и гараж, на нем расположенный. То есть прямо четко по границам гаража, не больше, не меньше? Не больше, не меньше, да. Хорошо. Если с этой темой все, предлагаю перейти к не менее важным темам следующим, которым занимается также Росреестр. Конец года принято подводить итоги, ну а также наводить, конечно же, порядок в делах и в документах в том числе. Скажите, вот в связи с пандемией или наоборот, появилось время у граждан, чтобы вот их привести как раз в порядок, я говорила про документы, и как получить услуги Росреестра в электронном виде? Действительно, год был достаточно непростой. Этому повлияло и ограничения, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции. На самом деле, тот период времени, когда у нас граждане вынуждены были находиться дома, вы правильно подметили, то что у них появилась возможность разобраться со своими документами. Все ли у них оформлено, нет ли каких в них неточностей, возможных ошибок. И на самом деле мы отмечаем то, что 2020 год, он не снизил свои показатели. К нам обратилось 687 тысяч заявителей по состоянию на 11 месяцев 2020 года. Вы сейчас данные приводите по Самарской области. И этот показатель, он не ниже показателя 2019 года. Пошлогодний. Да. Действительно, с учетом всех ограничительных мер, можно говорить о том, что у нас сменился характер обращений. Да. Если в 2019 году количество личных обращений было больше, то 2020 год в этом плане внес коррективы. Заявителей личного обращения их стало чуточку меньше. Но в целом наблюдается рост за обращением за услугами Росрегистра в электронном виде. Обращаются и сами заявители, обращаются нотариусы, обращаются банки, когда обслуживают своих клиентов. При этом тоже можно отметить то, что если раньше, допустим, наличие усиленной электронной квалифицированной подписи для заявителей было что-то из мира фантастики, на сегодняшний день наличие у него электронной подписи уже является само собой разумеющимся. И многие граждане уже получили доступные возможности для того, чтобы оформить электронную цифровую подпись и обращаться за услугами Росрегистра. Росрегистра в этой связи существенно направил усилия, доработал и продолжает совершенствовать свои электронные сервисы. Разработан личный кабинет правообладателя, который позволяет обращаться по всем услугам Росрегистра в электронном виде. И основной момент это именно наличие электронной цифровой подписи. Чтобы здесь не стать жертвой каких-либо мошеннических действий, Росрегистра в законодательство также были внесены изменения, которые сводятся к тому, для того, чтобы совершать сделки в электронном виде, необходимо об этом заявить, обратившись в МФЦ. Нужно подать заявление о том, что ты не возражаешь совершать сделки в отношении всех принадлежащих тебе объектов недвижимости, либо в отношении конкретного принадлежащего объекта недвижимости. И именно наличие вот этой отметки о возможности совершать действия в электронном виде на сегодняшний день, оно препятствует каким-либо мошенническим действиям в электронной сфере указанных услуг. Вот как раз давайте, у нас на эту тему есть сюжет, который также подробно расскажет о совершаемых действиях в электронном виде, и я предлагаю сейчас его посмотреть. Росреестр делает все для того, чтобы создать удобные сервисы для клиентов и партнеров. Мы переводим все наши услуги в цифровой формат для того, чтобы вам было удобнее, и чтобы скорость и качество предоставления услуг повысились. К началу 2020 года 90% услуг Росреестра можно получить онлайн, не выходя из дома. Зарегистрировать имущественные права, совершать сделки с недвижимостью, получать сведения из ЕГРН. Онлайн-сервис позволяет быстро подать запрос на получение выписки об объекте недвижимости, выписки о кадастровой стоимости объекта недвижимости и получить иные сведения из ЕГРН. Все процедуры максимально упрощены для того, чтобы вы могли быстро и просто оставить заявку на получение нужной вам услуги. Необходимо лишь заполнить поля, прикрепить документы и нажать кнопку «Отправить». Срок предоставления услуг был сильно сокращен с нескольких недель до нескольких дней. Теперь можно получить услуги быстро и просто. Не надо ждать в очереди, не надо обращаться к посредникам. Теперь большинство услуг, предоставляемых Росреестром, можно получить либо в МФЦ, либо онлайн, либо по почте. При необходимости курьер Росреестра сам привезет или соберет ваши документы, если у вас нет возможности или времени обратиться в офис МФЦ. Бесплатно эта услуга предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 групп. В будущем доступ ко все большему объему данных будет предоставляться онлайн, при этом будет сокращаться срок оказания услуг и повышаться качество данных. Все услуги также можно получить при помощи мобильных устройств через сайт Росреестра. Константин Сергеевич, расскажите, пожалуйста, а вот абсолютно ли за всеми услугами можно обратиться в Росреестр посредством электронной подписи? Я здесь имею в виду, конечно, какой-то личный человеческий фактор, но все равно привыкли люди, особенно пожилого возраста, общаться лично, задать какие-то дополнительные вопросы, уточнения и так далее. Вот здесь абсолютно ли полностью можно воспользоваться вот этим электронным видом, чтобы было все четко и понятно? Действительно, на сегодняшний день сфера электронных услуг, она стала максимально обширной и максимально доступной. Единственные критерии, еще раз я обращу внимание, это наличие усиленной и квалифицированной электронной цифровой подписи. И сказать, чтобы заявитель не смог ей воспользоваться, на сегодняшний день не приходится. Все, кто ей воспользовался, они получили свои услуги именно в электронном виде. На сегодняшний день очень развита сфера взаимодействия с кредитными организациями, и их сервисы также интегрированы сервисами Росреестр. Но в этом случае мы говорим о том, что к нам заявление поступает именно через эти электронные сервисы банков, и заявители также получают услуги Росреестр благодаря электронным сервисам. Вот, кстати, можно отметить, что по итогам 2020 года количество зарегистрированных сделок по ипотеке, которые, как правило, совершаются при участии банков, оно выросло в порядка на 10 тысяч заявлений за 2020 год по итогам 11 месяцев. Это как раз говорит о том, что эти услуги работают, они востребованы, и все, кто желает ими воспользоваться, имеют соответствующую возможность. Да. Вот вы правильно совершенно сказали, что они именно работают, да? Внедрить и внести, можно, как говорится, все, что угодно, а вот проверить на деле, что это действительно сервис, мало того, что доступный, но он еще и работает, конечно, дорогого стоит. Но продолжим. В этом году было также принято очень много законов, которые затрагивают интересы именно собственников недвижимости. Вот совсем недавно мы говорили о дачной амнистии, о кадастровой оценке. Скажите, пожалуйста, о каких еще правилах следует знать? 2020 год, он достаточно богат был на всевозможные изменения законодательства, и, наверное, вот с точки зрения полезности для самих граждан, можно отметить те изменения, которые были внесены в закон о долевом участии в строительстве. Пожалуйста. Раньше достаточно много встречалось ситуаций, когда граждане по каким-либо причинам потеряли, потеряли, да, либо у них не смогли найти именно договор долевого участия, который необходим для оформления после ввода в эксплуатацию здания принадлежащих им помещений. И, несмотря на всевозможные долгие переписки, они не имели возможности в административном порядке оформить в отсутствии этого договора свои документы. Также всегда вставал вопрос с некоторой категорией граждан, которые просто не идут и не оформляют за собой квартиры, приобретенные по договорам долевого участия. Вот эти изменения, которые у нас вступили в силу в 2020 году, на сегодняшний день позволяют застройщику самому обратиться с заявлением о регистрации прав на соответствующее помещение в построенном им многоквартирном доме. Напомню то, что на сегодняшний день закон о регистрации недвижимости в принципе устанавливает норму, что после ввода в эксплуатацию многоквартирного дома одновременно осуществляется постановка на кадастровый учет как самого здания, так и всех помещений, находящихся в нем. Так вот теперь изменения, которые у нас внесены в закон о долевом участии, позволяют не только поставить на кадастровый учет эти помещения, но и зарегистрировать права после того, как будет подписан акт приема передачи застройщикам. То есть для определенной категории граждан, конечно же, это решит их вопросы, потому что они... Какой категории, сразу у меня вопрос? Ну, скажем так, не категории, а тех граждан, которые по каким-либо причинам потеряли либо утратили свой личный, свой экземпляр договора долевого участия строительства. А какие-то, может это иметь действительно катастрофические последствия, если человек не пришел вовремя в Росреестр и не оформил свое право на недвижимость? Для него это, конечно, субъективная оценка, катастрофическая, не катастрофическая, но на самом деле отсутствие зарегистрированного права, оно не дает защиту такого права. Ты не имеешь возможности распорядиться принадлежащим себе объектам недвижимости и не имеешь права на защиту со стороны государства вот этого зарегистрированного права. Соответственно, любой правообладатель, он лично заинтересован в том, чтобы его права были оформлены надлежащим образом, чтобы иметь возможность распоряжаться таким объектам недвижимости. Конечно же, это понесет определенное бремя налогов, содержание. Да, вот некоторые, может быть, так и думают, рассуждают. Да нет, не собираюсь я ни продавать, ни дарить, но мое это мое. Купил, а оформлю потом. Вот здесь какие бы советы вы могли бы дать? Совет не откладывать на потом, потому что мы с вами видим то, что законодательство меняется. Как оно будет изменено по прошествии времени, предугадать достаточно сложно. И если на сегодняшний день есть все необходимые документы, то, конечно же, нужно этой возможностью пользоваться и оформлять недвижимость. Потому что то, что может случиться завтра, от этого никто не застрахован. И не факт, что твое намерение сэкономить сейчас не вырастет в какие-то большие траты по прошествии времени. Это же все вопросы страхования недвижимости, возможности их заложить. То есть отсутствие зарегистрированного права тебе не дает таких возможностей полностью быть собственником. И здесь также актуальны пословицы, что скупой платит дважды. Скажите, а зарегистрировать свое право собственности сейчас, к примеру, на жилье можно также дистанционно посредством электронных видов услуг? Да, на сегодняшний день такая возможность имеется. И здесь как раз-таки вопрос цены. При обращении за оформлением прав в электронном виде граждане у нас имеют льготу, установленную налоговым кодексом, в размере 30%. То есть они платят государственным пошлинам даже меньше, чем это при личном обращении в многофункциональный центр. Ну а как обезопасить себя при оформлении и при совершении сделок с недвижимостью, мы сейчас посмотрим небольшой сюжет, ну и потом продолжим общение. Как избежать мошеннических действий с объектом недвижимости? Большинство мошеннических операций осуществляется через подделку документов и продажу чужой собственности. Поэтому главное правило – это проявлять бдительность при совершении любых сделок. Больше всего рискуют попасться на уловку мошенников, собственники недвижимости, которые долго пустуют. Люди, сдающие квартиру без заключения договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. Одинокие люди. При оформлении кредитов в негосударственных организациях, мошенники могут дать документ о переходе права собственности на недвижимость или договор купли-продажи недвижимости. При покупке квартиры насторожить должно отсутствие оригиналов документов или нотариально заверенных копий. Если вас постоянно торопят с заключением сделки. Если квартира сменила несколько собственников за короткий срок. Также, если сделка осуществляется по доверенности, надо удостовериться, что собственник действительно хочет продать квартиру. Как можно себя обезопасить? Требуйте предоставления оригиналов документов на собственность, выписку из ЕГРН, правоустанавливающий документ, выписку о переходе прав на объект. Данные документы можно запросить на сайте в Росреестра, либо в МФЦ, в офисе Федеральной кадастровой палаты, почтовым отправлением. Также можно наложить запрет на совершение регистрационных действий без личного участия собственника, направив в Росреестр соответствующее заявление. После этого в ЕГРН будет внесена соответствующая запись. Все регистрационные операции можно выполнить при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи, сокращенно УКЭП. Внесение отметки в ЕГРН не требуется, если электронная подпись выдана Федеральной кадастровой палатой Росреестра при совершении сделок в нотариальной форме и предоставлении документов на регистрацию нотариусами, а также предоставлении документов на регистрацию органами власти, либо местного самоуправления. Не требуется также специального заявления от собственника, если сторонами договора купли-продажи недвижимости при подаче электронного пакета документов используются информационные технологии взаимодействия кредитных организаций с Росреестром. Заявления о невозможности проведения сделок с недвижимостью без личного участия и заявления о возможности проведения сделок с недвижимостью с использованием УКЭП могут быть поданы одновременно. Константин Сергеевич, вот наше время подходит к концу. Все-таки, если стоит подвести небольшой итог, итоги года вашей работы, какую бы оценку вы дали, и коротко о важности внесения в законопроекта о гаражном месте, пожалуйста. Коротко подводя итоги, нужно сказать о том, что 2020 год, он по своим количественным показателям ничем не ниже 2019 года. Востребованность услуг среди граждан и населения, услуг Росреестр, она стабильно высока. Отмечаем мы увеличение количества обращений в электронном виде. Здесь для всех желающих воспользоваться электронными сервисами Росреестр, акцентирую внимание на том, что достаточно много фейковых сайтов у нас в просторах интернета ходят, и нужно всегда обращать внимание на адресную строку сайта. Это должен быть росреестр.гав.ру Какие-либо иные сайты, предлагающие свои услуги под видом услуг Росреестр, здесь должны у вас вызвать соответственно настороженность и пользоваться их. Но они еще и не такие информативные, да, как сайт ваш? Они менее информативные, но они визуально похожи на официальный сайт. Похожи, то есть сделаны в такой же цветовой гамме, вы это имеете в виду, да? Да. Повторите, пожалуйста, еще раз с правильным адресом. Росреестр.гав.ру Точка.ру. Так. Вот. И, конечно же, хотелось бы пожелать всем нашим гражданам в 2021 году стабильности во всех вопросах, здоровья и благополучия. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Ну, а если вы еще не привели свои документы в порядок, время еще есть это сделать, поэтому обращайтесь в Росреестр, как в электронном виде, так можно также и лично прийти. Конечно, сотрудники всегда помогут, естественно, соблюдая все правила безопасности, дистанции и так далее. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Всего хорошего и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова